Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики повторили то же самое, что сделали буквально недавно. Они выставили заново Лёву в великолепном внешнем виде в шикарном наборе за 5500 золота на продажу. Тогда многие ребята купили себе данную машину и явно большинство из них не пожалело. Действительно машина просто суперская. Да, он очень старый, у него просто ужасно длинная борода. Да, и раньше эту машину можно было купить просто в ветке исследования. На сегодняшний день Лёвчика оттуда забрали и многие говорят, что машина морально устарела. Но мне кажется, что Лев как раз не устаревает уж точно. Почему набор жирный? Потому что вы покупаете себе машину 8 уровня. Вы покупаете машину, у которой повышенный коэффициент фарма. Для тех, кто не знает, за бои вы получаете серебро, за бои, в которых вы участвуете на машинах премиумных на 8 уровне, как правило, вы получаете коэффициентом 170-175%. У этого 185. То есть машина приносит вам при тех же результатах боя, что на других тачках, на 10% серебра больше. И это действительно круто. И Лев действительно умеет нагибать. Что касается ценника, то сами понимаете, что уже сам танк, даже в голом состоянии, с учетом всех его характеристик, может стоить 5,5. Но тут вам дали еще 30 дней према, полмиллиона серебром. Вам дали целых 25 сертификатов Х5 на данную машину. Вам дали открытое все оборудование, что позволит сэкономить порядка 2 миллионов серебра. И вам дали великолепный внешний вид колосс, который действительно обалденно на машине смотрится. И что меня радует, что в процессе всего боя вот этот внешний вид не меняется. То есть не то, что в начале боя что-то там произошло, и дальше вы просто катаетесь на обычной машине. Нет, этот огонь, все вот эти вспышки, все вот эти вот фейерверки пламени, искр и пепла, они преследуют вас в течение всего боя. И это действительно очень круто смотрится в самой катке. Мне лично внешний вид очень сильно нравится, и если бы льва у меня не было на основе, я бы приобрел себе данный набор, хотя бы потому что лев действительно круто, его внешний вид еще круче. Но это мое субъективное мнение, пишите свое в комментариях. Что касается зацена по машине, на льва у меня достаточное количество видео на канале, все ссылочки найдете в описании, плюс в процессе видоса вот здесь сверху будут всплывать подсказочки. Не ленитесь, переходите. Не для того, чтобы мне поднять количество просмотров, а для того, чтобы себе получить дополнительную информацию, которая поможет вам сделать правильный выбор. Что касается орудия, это то, что я всегда люблю заценивать стоя в ангаре, остальное зацениваем с вами в реальных боях. Орудие здесь довольно-таки классное, 8,5 секунд перезарядка, да, не сильно хорошее время сведения, но вполне себе играбельное. Разброс довольно-таки неплохой, орудие точное. Что касается пробития, то в целом больше, чем достаточно, чтобы бороться с восьмерками. Ну и что касается урона, многие говорят, что на сегодняшний день уже маловато, и здесь я соглашусь. Действительно, его ДПМ в 2180 с учетом оборудования и амуниции сегодня уже не то же самое, что было когда-то. Но даже несмотря на то, что я бы тоже проголосовал, чтобы ему подняли хотя бы до 340 альфу, все равно машина играется довольно-таки неплохо. Угол склонения орудия минус 8, и с учетом того, что у льва просто огромное количество брони, не считая вот этого нижнего бронелиста, то, поверьте мне, от башни играется просто шикарно. Ну что, берем машину и погнали в первый попавшийся бой для того, чтобы левчика заценить, а там уже все, ребят, с вами и обсудим. Ну что, друзья мои, взяли льва, поехали попробуем кого-нибудь загрызть. Скажите мне хоть кто-нибудь, что у него действительно какой-то не очень хороший внешний вид. Мне безумно нравится. Это с учетом того, ребят, что я никогда не вижу смысла, и не видел никогда смысла покупать камо по цене премиумных танков. Но на эту машину, ребят, серьезно, если будет по адекватной цене когда-нибудь продаваться данный камо, я обязательно его возьму. Но очень сильно он мне нравится своим внешним видом. Броня. Ну, вы видите, она есть. Меня сейчас не пробили. Что касается времени сведения. Только, видите, немножечко туговато сводится орудие, безусловно. Но в целом вполне достаточно. Вполне достаточно для того, чтобы выехать и набить кому-нибудь хорошенько мличиком. Что касается ДПМа. ДПМ у данной машины невысокий по заявленной цифре. Но, ребят, он реализуем. Можно иметь ДПМ в 3 с копейками тысячи, но иметь при этом крайне неживучую тачку, на которой этот ДПМ пойди еще настреляй. А можно, ребят, играть на левчике. И при этом, несмотря на то, что у вас 2 с копейками тысячи, там, 2 100 с копеечкой всего лишь ДПМ, вы можете накидать достаточно урона практически в каждом бою, в который вы заходите. И это действительно безумно круто. Сейчас его заберут. Ну и поедем тогда вот сюда вперед. Передвигается машина, безусловно, не очень круто. И с появлением того же самого Кейлера левчик еще больше устарел. И, честно говоря, в выборе между Кейлером и левчиком, наверное, если бы Кейлера продавали в его стандартном внешнем виде, то, безусловно, я бы голосовал за Кейлера. А вот с учетом того, что ему действительно обалденно, обалденно добавили тем, что сделали на него вот такой внешний вид, я бы все-таки голосовал за Льва. Я когда-то купил себе его, и до сих пор не жалею. И до сих пор, когда мне необходимо выполнить БЗ, допустим, на то, чтобы победить и выжить, я беру именно эту машину. Потому что он действительно может это делать. Мы практически ничего не делали. Мы разговаривали с вами в то время, как шел бой, и мы были активными участниками этого боя. При этом всем, ребят, мы вышли с победой, мы выжили. Мы не получили там мега каких-то пробитий. Мы накидали, да, пускай немного, 2000 урона. Но мы сделали свой вклад в победу, мы сделали 3 фрага, мы получили знак классности третьей степени. Что касается, ребят, нашего места в команде, то сейчас я вам его покажу. Мы занимаем третье место, нам не хватило одного выстрела, чтобы занять второе. Ну а в основном Левчик выходит еще и на первом месте по нанесенному урону. Ну просто бой так сложился. Что касается фарма. Как я говорил, у него повышенный коэффициент фарма, 185%, и с учетом прем-аккаунта, за вот этот пустяковый бой, в котором мы победили, мы получаем с вами 67 тысяч с учетом прем-аккаунта. Не было бы према, была бы 41 тысяча. И поверьте мне, Лев может гораздо больше. Я не буду дальше его мучить, не буду вытягивать его из ангара. Просто посмотрите мои обзоры, и вы поймете, почему я говорю о том, что данную машину, если вы начинающий танкист, у вас нет премиумных машин в ангаре, или у вас их есть очень мало, или вам нужен хороший годный тяж, на котором вы будете собирать серебро, обязательно, обязательно покупайте себе Льва, потому что 5500 для восьмерки фармящей, играбельной, и крайне красивой, это далеко не ценник, уж поверьте мне на слово. Я никогда не обманываю никого на своем канале, и я всегда говорю правду о том, что продается в магазине, и правду о том, что в игре происходит. Если я честно сказал, что WZ-122 TM не стоит своих 10 тысяч, если я честно сказал по поводу того, что я купил себе объект от 260, и перед этим очень долго сомневался, то точно так же, ребята, я абсолютно честно вам говорю по поводу того, что 5500, это та сумма, которую потратив на эту машину, и вы о ней жалеть реально не будете никогда. Плюс к тому, будет целых 30 дней на то, чтобы прокачать какие-нибудь хорошие веточки. Короче говоря, ребят, всем рекомендую, всем брать и абсолютно не задумываться, если есть голда, и нужен годный хороший им тяж на восьмом уровне. Если вы за честные обзоры, обязательно подписывайтесь прямо сейчас на мой канал, не теряя ни секунды, жмите на желтый шильдик в правом нижнем углу, и в один клик становитесь постоянным зрителем канала, главное убедитесь в том, что у вас вот так вот открыты все уведомления. Я побежал снимать для вас следующее видео, а вы, если не хотите их пропустить, обязательно посетите мой дискорд-сервер, на котором можете пообщаться с ребятами, которые любят танки, можете ознакомиться с новостями игры, вне зависимости от того, на каком сервере вы играете, потому что новости у меня в дискорде публикуются, как только там появляются, и можете, ребята, ознакомиться с новостями канала, там публикуется информация о выходе новых видео, и много-много всего интересного еще в других разделах моего дискорда. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин